ТНТ представляет Субтитры создавал DimaTorzok Секционная номер 4 В главных ролях Ричард Томас Грета Скакки Роберт Мемоу Что со мной происходит? Что это было? Что это было? Что это было? Роберт Мемоу А может... Может... Файнил? Роберт Мемоу Говорите Я вообще не могу пошевелиться Я парализован Куда меня везут? На чем? Это каталка? Значит, я в больнице Нехорошо это Ох, нехорошо Я не чувствую никакой боли Лишь боюсь, что сошел с ума Я чувствую болезнь Да... Что, черт возьми, происходит? Говорит Говорит Какой еще приступ? Где-нибудь наблюдался? Это обо мне врачи? Да, в Пресвитерианском госпитале в Нью-Йорке Ближайшие родственники? Сестра Откуда они известны про сестру? Ладно, я позвоню и когда будет заключение А вы молодец Большинство врачей просто отправляют извещение Да, ну мы уважаем наших усопших Усопших? И служим же вы Нет, постойте Я не хочу быть мертвым Я же дышу, разве нет? Легкие Я не задыхаю, значит дышу, верно? Дорогая стрижка у тебя Но если бы я был мертвый Они бы... И зубки не дешевы Как же я тебя несет курю Если я не чувствую запах Значит дышу, так? Интересно, насколько ты богатенькая птичка? Мертвыми легкими дышать нельзя Мертвые не дыши Отвечай как на духу, Хауэй Мы все тут братья Ты что, не видишь? Я дышу, придурок Он жив, наконец-то Благослови тебя Бог, Расти Он жив, это чудо Я люблю вас, доктор Эрлен Выдите за меня? Прекрати, Расти, пока я тебя не уволила Что за шум? Да вы ненормальные Достали эти практиканты, сил нет На помощь, вы не слышите? Это не я, это Хауэй Обломись Просто помолчи, хорошо? Чего она так на меня собачиться? Сам напросился? Неужели? Это ж надо Оказаться запертым внутри собственного разума Я ожидала, что увижу тебя здесь, Питер Надеюсь, это приятный сюрприз Я думала, ты по субботам не работаешь Сегодня суббота? Вот так повезло с графиком Сегодня суббота Почему это так важно? Точно Вот почему я не был на конверции Я играл в гольф Ничего, Говард, не волнуйся Я всего на один шаг впереди А чего волноваться? Я Говард Катрелл Несвестный на гладиаторской арене Которую мы называем Нью-Йоркской фондовой биржей Как Говард победитель Надеюсь, Анжела не скучает? Ей тут очень нравится А теперь не мешай Это что еще такое? Молния Надеюсь, я не умер прямо на поле Ну, сворачиваемся Ну уж нет, сейчас мой удар Если тебя шарахнет молния, дружище Домой поедешь в черно-пластиковом мешке Тоже с молнией, кстати Ты что, боишься это? Опасаешься, что твое преимущество В один шаг вдруг испарится? Так, я и знал По-моему, опасаться тут стоит только тебе Прошу вас, доктор, играйте Благодарю, джентльмены Не хотелось бы испустить дух за два удара До конца игры Осторожней Поехали искать Мяч пять долларов стоит На тебе не стыдно? Вот, распишитесь Не сильнее нажимайте Там три копии Можно побыстрее съемку закончить? Можно побыстрее съемку закончить? Выключите свет У меня же не веки, озаевшие жалюзи Если я жив, почему она не видит, как сужаются зрачки? Понял Курить хочется, смерть Я знаю, почему Они не сужаются Я ударил слишком сильно Он где-то тут Да, я искал мяч Да забудь ты про него Вот ты где, маленький негодяй Только давай без театра Бери его и пошли Я знаю, к чему ты кланяешь Теперь все равно его не вывезь Платит, Эд Надо поиграть Да кто тебе мешает? Знаешь, в чем твоя беда? И в чем же? Все просто, ты не видишь общей картины А, вновь вернулся к сделке Монтера Мы ее пропукали, как всегда, из-за твоей мелочности Так я мелочный? Ты из-за драспого меча жизни готов рисковать? Какой же ты трус? Трус, это тебе повзрослеть пора Знаешь что? Держай назад, а я пешком пойду Черт! Ну что там еще, командир? Маленький местный Вьетнам Понятно, пленных набери Я где-то в 18-й Черт, пищей, тут, наверное, фронт в рудей Говард! 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 Стойте! Сюда, скорее! Доктор! Сюда! 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 Доктор! У моего друга сердечный приступ Он не шевелится Сейчас, сейчас Сюда! Тихо! Так, так! Так, так! Так, так! О! О! Тихо, мальчики! Сюда! Тихо, мальчики! Тихо, мальчики! Тихо, мальчики! Двадцати долларов Как вы смеете называть его мертвым? Я уже назвал Это у вас в трущобах вот так сразу О реанимации слышали? Это же Говард! Он мой друг! Пожалуйста! Кто-нибудь вызвите скорую! Да хоть Нью-Йорк, Чикаго Или Париж Умер он, сынок Только если покойник не пишет Итак, объект Хорошо развитый белый мужчина Плотного телосложения Окоченение не наступило Следы хирургического уничтожения Чёртовый дилетант республики Видимо, это и есть от Где бланки? Нету? Неужели это наказание? Это же плохие Или бестичные поступки Что я совершил? Я отказываюсь Я не хочу умереть Посмотрим чёртовых Провинциальных дилетантов Где вы нашли этого идиота? Из чашки Петри выпался Бедняга Ты разбиваешь мне сердце Пациент был признан мёртвым Кто его осматривал? Казалиан? Он что, ещё работает? С тех самых пор Излечил Ноя Напоровшегося в Ковчаге На гору Арарат О, сволочь Смеётся ещё При этом собираясь Меня резать Как тех Убитых в госпитале В Вьетнаме Я всё видел Сначала скрывают Грудную клетку Потом Снимают лицо Как детскую маску В клоуи И ты превращаешься В обычный кусок Книющего мяса Неужели мне будет дозволен работать В секционной собой Доктор Арнер? Несмотря на репутацию Делиться я умею Весьма опрощён Изле Инструмент держишь наоборот Да не надо ему помогать Я так и знал Это тебе не в микроскоп смотреть Да Я очень рад Что решил Перейти к практике Менять карьеру непросто Зато жить интересно Заткнись и слушай Я помню, что случилось Вот моя гипотеза ИГПС Идиопатический гибернафический Подоортальный стеноз Выраженных симптомов нет На смотре никак не проявлялся ИГПС? Хороший вариант Ставлю плюс Спасибо Да посмотрите на левую ногу Мне дело, а не в сердце Меня змея укусила Разве вы не видите? Нет, только нет Только не режьте меня Помогите Вы что, не понимаете? Я всё чувствую Почему это не больно? Понятно Понятно Это только начало Умоляю Посмотрите на грудную клетку Она должна подниматься и опускаться Таким бы слабым ни было дыхание Вы же специалисты, чёрт вас возьми Стол такой холодный Не видишь, что не видят мурашки Одежда мотра Видимо, джунгли сыра была Да не по этой Стирка не по моей части Кожа сухая, как мрама Ну и где же наш милейший расти, когда он нужен? Наверняка где-то зверушек мучает Зачем было далеко ходить? Мэйдарк пыточный Темно-синяя рубашка пола с коротким рукавом Размер L Пятна от травы, больше ничего примечательного Эй! Ты куда лезешь? Не дай бог они мне там что-нибудь откросят Хотя это будет уже совсем неважно Боксеры или трусы? В секционной Кэти Армин Вопросы нижнего белья усопших не обсуждаются Только в научном смысле Трусы! Боксеры Ну вы посмотрите на него Обломитесь, уроды Только дайте мне выкрыпкаться Я вас с чертовой матери засужу И вас и ваших детей с внуками Рахом ползать будете Красные? Сейчас вроде не Валентина в день Все лучшее только для тебя, Анджела Как обычно Какой потрясающий сюрприз За три прекрасных молодых И Что будет дальше? То, чего мы захотим Я знаю, чего я хочу Придурить обстоятельствах то, что она делала, было бы весьма приятно Подержи его Теперь я знаю, каково быть мертвым Мой член был неподвижен, как дохлый крот Понятно, от чего у него приступ случился Какой еще к черту приступ меня укусил из меня Я в отличной форме Где же Расти? Ты совсем ослепла от похоти женщины Что за везение? Как он меня достал Просто он влюблен в вас Хочешь сам сделать скрытие или предпочтешь наблюдать? Нет Он еще и новичок Боже! Почему я не в Пресвитрянском госпитале в Нью-Йорке, где врачи настоящие? Вы предлагаете мне попробовать? Я думаю, нет Ну ладно А вы поможете? Как верный оруженосец По-моему, это отличная тренировка Да Еще бы Нет, не надо Только не это Лучше начать с нижнего осмотра Да, конечно Я больше не могу Нервы Стоп Не способ Надо чихнуть, и тогда они поймут, что я жив Даже чихнуть не могу Опять мимо Череп правильной формы Волосы средней длины Слекосидеющие С небольшими Залысяными Столько часов провел в спортзале И что в итоге? Залысяный Еще и чем ты пособием становишься Белки чистые Ни петехи Ни конъюнктивит О чем это говорит? Никаких следов удушения А сердечный приступ? Все еще не исключен Это кемотерст Думай, Гордон, думай Только мозги у тебя работают Как же привлечь их внимание? Может, слишком перенапрившись, играя в гольф? Что? Какой чертов возраст? Скайбер взглянуть на сердце Да, мне тоже интересно Как можно оскорблять мертвецов? Верхняя часть туловища вопросов не вызывает В нижней наблюдается легкая полнота Гениталий не обрезан А это как описать? Мы симметричны Я все чувствую Прекратите Не молчите Ну оставьте меня в покое Уберите оттуда свой прелестный носик Паховые области Прямо как стихи Боевые шрамы Итак, на нижних конечностях Наблюдаются всякие царапины и укусы Насекомых Многочисленные продольные царапины на нижних конечностях Сопровождающиеся легкой отечностью тканей Наконец-то В области левой икры Отлично уже Молодец, еще чуть-чуть А то кусок комаров на левой ляжке началось воспаление Смотри дальше, умоляю тебя дальше Можно сделать биопсию Хотя, если мы правы насчет сердца, это не понадобится Хотя, если хочешь, могу сейчас скрыть? Нет, не надо Нет, видно же, что укусы комарины Не комарины они Просмертных изменений практически нет Оттенок кожи нормальный, синюшности оттерков тоже нет Прямо как будто он живой Да, я и есть живой Точно Ладно, пора переворачивать наш пленч Да вот же ответ, прямо у вас под носом Нос! Я же могу задохнуться Нет, это отличный шанс Вот бы кровь пошла Не просто пошла Полилась бы Ударьте меня еще раз лицом об стол И тогда сами все увидите Шея не повреждена Накоченения нет Питер, шелкий трус Это что еще такое? Термометр для скота? Уберите его! Боже! Просмосковь, они, видимо, вообще забыли Вы прирожденный мастер, доктор Дженникс Главное, думай о чем-нибудь Доктор Аллен наблюдает за тем, как вы делаете скрыти Вспоминай лучший хоумран всех времен Покажется, это был Баки Дэнт Три хоумрана в игре против Трэдсов С 78-мом О да! Янки им тогда показали А у него не слишком тампорщица для мертвеца? Нет, правда? Вот ваши бумажки А что это он у вас в ботинках? Ты меня спрашиваешь? Поможешь? Вы бы видели, кого сюда везут Господи, что же будет дальше? Постоялец в гостинице нажался в стельку и сварился в сауне Труповозка уже в пути Как у трупа может сохраняться температура 34,9? А догадаться сложно, гений Ну, его же забрали с поля для гольфа жарким летним утром Знаете, кто его укокошил? Вампир Что еще можно было услышать такого ненормального? Видите, две дырочки? Понятно, вампир любитель лодыжек Это объясняет, почему дырки одного размера? Расти Да ты тут один вменяемый Просто носки китайской калтуры Это была змея Ты инструмент стерилизовал? Я свое дело знаю, доктор Арлен А почему вы ему разрешаете? ЗМГ, я, это была змея Доктор Арлен, пройдите в рентгенологию Продолжайте Нет, не уходите Не оставляйте меня с доктором Джекилом и мистером Хайдем Теперь мой коронный Что? Второй забор В смысле? Второй забор крови и сердца, чтобы сверить анализы Я знаю, зачем это делается, Расти Но никогда не делали сами, а без трубок Только не это Втыкали когда-нибудь труб? Нет, Расти Одним резким движением вниз Расти Мы же друзья Прямо пьяну Расти Хорошо, что он не чувствует эту боль Неужели я буду еще жив? Когда я не буду, и сердце просят его на весы Удивительно, что инструменты потолка Он этому десятки лет не менялся Продолжается даже после остановки сердца Но сколько? Есть и новые технологии Две секунды? Да, но по сути это все тоже Может пять или целую минуту Добро пожаловать на шоу у доктора Кэти Арлин Ты больной Сенсионные дают много секретов Я не хочу ничего обсуждать, Расти Ты знаешь, почему Кэти здесь нравится? Тут можно быстро и сразу Ты ее совсем не знаешь, а она баба горячая Она твоя начальница и человек Проявляй уважение Несмотря на все эти хулиганские выходки Ты ужасно боишься, да? Хватит, док Вы уже не в лаборатории А если почувствуете себя плохо Когда мы будем сдирать с него лицо? Плюйте куда-нибудь в сторону Делается разрез от уха до уха и кожа снимается А знаешь, что будет под ней? Ты Однажды на этом столе будешь лежать Ты Выключи Прекратите спорить как школьники и послушайте меня Для кого нужно подравляться? Убери сейчас же эту хейст Слава Богу, если нас не отрежут Эй, наш малыш впервые берут вскрытие Считай, что ты допрыгался Я еще дышу Если я дышу, пусть даже слабо Я могу издать звук, они должны меня услышать Включите кондиционер, здесь слишком душно Нет, все что угодно, только не включайте Так, продолжим Что там еще? Гениталия Чего они прицепились по его инструменту? Судя по истории болезни, травма получена при взрыве во время службы во Вьетнаме Наверное, на мину выступил бедняга Расположение осколков совпадает с рисунком шрамов, которые мы видели при внешнем осмотре Да, непростое дело предстоит Почему? Придется вынуть все кусочки, чтобы убедиться, что это осколки, а не новое ранение, которое могло вызвать смерть Они собираются вырезать каждый осколок Расти, дай длинный пинца Нет, не надо, пожалуйста, я обещаю Я буду платить стипендию имени Кати Арнер за человечное обращение Как вам? Только, пожалуйста, не надо Ты думала, все будет по-другому? Плотит себя жалеть Я о тебе сейчас думаю Я не все понимаю Если бы не азиатская заварушка Линдона Джонсона, этого разговора бы не было Ты сам для меня в сто раз важнее любого отдельного органа Да, только без некоторых органов никуда Давай фильм посмотрим Ожидай живое представление, а заканчивается все рекламным роликом Говард, это бывало и раньше, но я же с тобой Мне перестанет удивляться Ну почему? Я же тебя люблю И я тебя тоже Видимо, я боюсь, что однажды ты сбежишь с огромным футболистом с конским членом Жмущим двести лёжа и осеменившим тысячам женщин Своим сверхчистым семьям Как представлю это, у меня голова круглая Мне нужен только ты Я нужна Я нужна Или я не сделала это Совершенно очевидно Скажи ещё раз Это невозможно Не может быть И что самое обидное Все делают вид, что не знают, куда делись клюшки Может их в скорой забыли Пулю у патологоанатома Или сдали на склад Мой системы, чёрный, поправ Говард их в Шотландии купил Я тоже с ним ездил Семь полей за пять дней В общем так, Анжела Мы не уедем из этой дыры, пока не найдём клюшки Да какие к чёрту клюшки Анджела 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 Кем же ты был, Говард Катрен? Какая секунда во Вьетнаме изменила твою жизнь? Это нас как раз не интересует Да, но вы подумайте Нештый бизнесмен, здоровый человек умирает в тысячи миллиард дома на поле для груза Нас интересует только причина смерти, а не философская сторона вопроса Но ведь непопытно, что тело может рассказать о прожитой жизни Точно, парень, и эту жизнь нужно спасти Когда-то я чуть её не потерял, но Говард-победитель вернулся На половину мужика, зато с удвоенными силами И без боя я не сдамся Куда ты? Анджела Видишь кольцо? Думаешь, мне легче? Последнее, что я ему сказал, повзрослей Говарды уже не вернуть Ты не попрощалась с ним Прощаешься на похоронах Устроим самые крутые похороны среди биржевиков со времён того интернет-скандала Что такое? Говард сейчас там, в морге Он в морге Не стоит об этом думать Идём, давай присядем Идём Это барахло того парня, что вы привезли? Да Делим пополам Это личные вещи покойного Да ты прикинь, сколько можно поднять, сдав эти клюшечки Тебе нисколько Да Говарду они уже не понадобятся Вещи покойных должны быть в хранилище И зачем им только такие огромные сумки? Спорим на пять баксов, что смогу закинуть на каталку Хватит дурачиться Змея! Змея! Гвны Карь Гвны Эн 4 На помощь! Помогите! Кто-нибудь! Ах, ты его еще и резать, тёча. Хотя, какая уж разница. Давайте, только быстро и беспорядно. Доктор Арвен. Да. Можно называть вас Кэти? Конечно. Кэти, у меня появилась другая гипотеза. Я слушаю. На теле нет ни единого следа, но мы знаем, что покоями играл в гольф, а металлическая клюшка может действовать в качестве громоотвода. То есть... Красиво. Он могло ударить молнией. Лучше быть убитым молнией, чем вот так валяться здесь. Сколько мне еще смотреть на белые огни, приближающиеся смерти? Сколько я выдержу? Да поторопитесь! Скорее! Скорее! Я зависаю. Я не хелишь бездыханное тело. На самом деле, я с таким не сталкивалась. А вы представляете, о чем я говорю? Конечно. Окружен мнимыми экспертами. Давай. Но так одену. Что? Начинай делать разрезы. На помощь! Это охрана! Что случилось? Побыстрее нельзя было! Что у вас там? Мой приятель мертв! Его змея укусила! Она где-то здесь! Держитесь! Мы уже вскрываем дверь! Давайте быстрее! Убери! Убери от меня нож, чертов слюдяй! Ты достойно мешать меня жизни! Я требую профессионала! Знаете, возникла проблема. Может, тебе помочь? Когда руку набьешь, все быстро делается. Раз, раз, раз. А в первый раз, наоборот, рука как ватная. Нет, нет, нет! Ты знал, что у Говарда проблемы с сердцем? Нет. Он был здоров как бык. Занимался спортом, правильно питался. Мы любили друг друга. Да, ты была его единственной радостью. Я должна его увидеть. Не думать не смей. Он там совсем один. Мы должны верить, что Говарду сейчас... Хорошо. Эй, вы меня слышите? Скорее! Мы работаем. Я что-то... Я что-то... Я не знаю, что мы в Трицаловой шутки не так страшны. Ты шутка, ты чертовая! Ты шутка, ты чертовая! Да что греха таить? Я в тебя влюблена. Ну и я тебя влюблена. Мы не помним, и я не скажу тебе, ойrats. Но девушка, я не можешь жить. Может, не будешь жить в твоем месте? Ты мне пошел в твоем месте? Ну, это же тем, как начнём для ты. Я не могу, что я не хотел. Я не хочу жить в твоем месте. Но нам еще работать вместе, так что, может, просто, может, мы лучше... Расслабимся и получим усложнение. Любовь, Маркос, замечательно. Только попробуйте меня в это дело вплести. Я все придам огласки. Сдохни! 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 Что там у тебя происходит? Помогите! Надо поторопиться. Скоро привезут этого парня из сауны, а мы и так отстаем от грязи. Я чувствую перемену. Теперь они настроены серьезно. Конец Говарда Катрелла приближается. Надеюсь, я быстро отключусь от болевого шоуна. Ты пропустил еще одну рану. Скорее бы потерять сознание. Видимо, тоже от взрыва. Я даже не пойму, что умер. Любопытно. Как прошла моя жизнь? Чем я отметился в великом потоке времени? Простите все, кому я сделаю больно. Когда меня не станет, не плачьте обо мне. Хоть кто-нибудь. Я готов к великому путешествию в нибудь ее. Яички раздулись до размера гриб-фрукта. Странно, что ему их не оторвало. Что-то происходит. Какое необычное чувство. Из ада прямо в рай. Его укусила змея. Он рухнул сразу, как подкошенный. Ни пульса, ни сердцебиения. Готов к тазу? Нет, он не мертв. Не мертв? Нет. Скоро оклемается. Черт, это же круто. Энджела. Энджела? Оставь меня в покое. Подождите, вы куда? Сюда, Энджела. Что вы ищете? Здесь в машине. Она не в себе. В машине врач? Нет, он умер. Ее рука на мне. Что-то происходит. Может, я ошибаюсь? Наверняка ошибаюсь. Они бы уже давно увидели. Может, это результат убирать? Ага, почувствовала бы. Майка укусила змея. Да, Расти, молодец. В сумке этого парня была змея. Давай, Расти, расскажи. Это он? Это Говард. Дама. Говард. Это Анджела. Это чудо. Анджела! Нет, стойте. Не режьте его. Взгляните на носки. На носки. Слушайте Расти. Его устами глаголят истины. Анджела, пустите ее. Говард. Говард. Здесь есть какие-то дырочки с краю. Это не просто дырочки, а следы от зубов. Покажи им, Расти. Если они не поверят, я обречен. Кажется, тут вокруг. Его укусила змея. Через носок. Ну, посмотрите на ногу. Смеяный укус. Дочка. Мы ничего не заметили из-за отекла от царапин. Ну, вот след. О, доктор Арлин. Не останавливайтесь. Майка тоже из меня укусила. Последний шанс доказать, что я жив и все чувствую. О, боже. О, Анджела. О, Анджела. Это неполная эрекция. Эрекция? Говард, победитель воскресе из мертвых. Неужели вы сомневались хоть на секунду? Я жив. И я снова могу. Доктор Арлин, вы его своей лаской оживили. Доктор Арлин, умница моя от сна. Этого не может быть. Такие случаи не описаны. Это невозможно. При отсутствии нервной активности. Если только... Слава Богу. Слава Богу. Я стану лучше Анджела. Любимая, я никогда тебя не покину. А вы лучшие врачи на свете. Я отстрою вам новое здание. Я заговорил? Всю больницу заново отгрохаю. Сеть больниц. Реаниматор аппетитационный. Срочно. Есть. Извините. Что происходит? Кто-то умирает? Где пациент? Вот он. Этот? Ничего себе. Остальная часть выглядит вполне мёртвой. Я бы померил. Слава Богу. Настоящий врач, который не станет убивать мёртвого пациента. На сердцебиение есть слабое, но есть. Я гений. Только что санитара такого же поднимали. Его какая-то гадюка в лифте укусила. Кислород? Тут и мы косиновые змеи водят за ригерами. Ушли? Но такую никто раньше не встречал. Спокойно, спокойно. Он приходит в себя. Так, так, так. Не торопись, приятель. Как же мы не заметили? Я почти вскрыл живого человека. Амас. Почти не считается. Тихо, тихо. Лежите, лежите. Вот так. Потихоньку. Не торопитесь. Мне сказали, что ты умер. А ты жив. Говард. Мой герой-победитель. Милый. Мой герой-победитель. Мой герой-победитель. Субтитры создавал DimaTorzok